Украинская столица 17.00. В эфире свежий выпуск новостей. В студии для вас работает Станислав Листопад и о главном к этому часу. 10 раз российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских военных с начала суток на Донбассе. Погибших и раненых в рядах защитников Украины нет. Сообщил спикер Министерства обороны Александр Матузяник. Дважды боевики использовали запрещенное минскими соглашениями оружие. Из гранатометов и пулеметов били по позициям украинских военных возле Пивденова и Новотошковского. Гранатометы и стрелковое оружие боевики направили на опорные пункты защитников Широкина, Лебединского, Толоковки и Водянова. Минометным огнем российские наемники накрыли позиции возле Крымского. Самый мощный был вражеский обстрел возле Крымского. Враг применил минометы 82-го калибра, при этом выпустил 28 мин. Кроме того, минометы этого же калибра противник применил во время обстрела опорных пунктов украинских подразделений возле Попасной, где выпустил около десятка снарядов. Относительное затишье на Светлодарской дуге украинские военные используют для обустройства опорных пунктов и быта. Занимаются спортом и укрепляют оборону. На одну из украинских позиций побывала корреспондентка ЮЭТВ Анастасия Волкова. Перебежками и пригибая голову. Мы заходим на одну из украинских позиций на Светлодарской дуге. Здесь мы в поле видимости противника. Напротив стоит их гнездо – пулемет «Дашка». Они могут спокойно нас обстрелять. Родители Гавриила не знают, что он уже пятый год на войне, поэтому боец скрывает лицо балаклавой. Не хочу, чтобы они переживали. Только сестра знает, что я здесь нахожусь. Это место украинские армейцы называют «норка». Здесь они прячутся от вражеских обстрелов из минометов и танков. Хоть укрытие маленькое и низкое, здесь есть лежанка. За счет перекрытия из бетонных шпал место вполне безопасное. Выкопали специально от осколков. Месяц назад «норка» спасла. По нам стрелял танк и три птура в нашу сторону прилетели. Виктор на войне пять лет. В мирной жизни пел в церковном хоре. На фронте вместо молитовных текстов приходится держать пулемет. Стояли возле Докучаевска. Там был бой около четырех часов. Так из всего оружия нас обстреливали. Потерь не было, слава богу. Парни смогли спокойно добежать до своих боевых позиций и их занять. А я прикрыл. Вдоль окопов расцвели цветы. Бойцы говорят, находиться в укреплениях стало приятней. Окопы у нас под цвет флага Украины. Красивые. Сверчки спевают. Сверчки поют птички, бабочки летают. Весело, романтика. В минуты затишья бойцы не расслабляются. Поддерживают хорошую физическую форму. В этом спортзале есть штанга, доска для пресса и турник. Все Петр сделал сам. Это пятый спортзал, созданный им из подручных средств. Лето. Жарко. Сейчас лето. Жарко. Много людей не выдерживают этих нагрузок. Даже вот бронежилет. Походить в нем несколько часов и человек уже устает. Поэтому нужно поддерживать свой организм. Для пехотинца физическая форма – неотъемлемое его оружие. После всех нагрузок бойцов ждет обед. Армейский суп с макаронами. На второе – гречка с тушенкой. Анастасия Волкова, Александр Лахтин. Луганская область. ЮЭТВ. Медицинскую гуманитарную помощь передали Соединенные Штаты Украине. Два больших контейнера по 40 фунтов отправили из американского штата Колорадо. Об этом говорится в сообщении на странице посольства Украины в США в Фейсбуке. Внутри – медикаменты, оборудование для лечения, реабилитации раненых военных, носилки, предметы первой необходимости. Их распределят между четырьмя украинскими медучреждениями военного и детского направлений. Двенадцать мигрантов утонули у западного побережья Турции. Спасателям удалось вытянуть из воды живыми 30 человек. Лодка, на которой плыли нелегалы, потерпела крушение в Эгейском море у побережья Бодрума. На помощь пришли два корабля береговой охраны, прибыл спасательный вертолет и команда ныряльщиков. 30 человек погибли, 40 ранены в результате тройного теракта в Нигерии. Взрывы прогремели в деревне Гандуга. Их организовали смертники. Правоохранители подозревают в террористическую группировку Бока-Харам. Они с 2009 года ведут борьбу с правительством, атакуют мирных граждан и хотят создать в Западной Африке шариатское государство. По данным местных властей, это самый масштабный теракт с начала этого года. Десятки новейших авиаразработок презентуют на парижском авиашоу. Оно проходит в городе Лебуржен, недалеко от французской столицы. Принимает участие и Украина. Государственная компания «Антонов» продемонстрирует здесь современные программы военно-транспортных инноваций. Приехал на авиашоу и президент Франции Эммануэль Макрон. Он присутствовал на презентации крупнейшего в мире пассажирского самолета А380 от концерна «Эйрбаз». Новые дальнемагистральные аппараты представила и корпорация «Боинг». Авиашоу в городе Лебурже проводят уже 53-й раз. Дирижер с мировым именем. Концертный график Оксаны Лынев расписан на несколько лет вперед. Лучшие оркестры Европы приглашают украинку дирижировать концерты, ведь она входит в тройку самых востребованных женщин-дирижеров мира. Сейчас Лынев живет и работает в Австрии, но всегда находит время для интересных проектов на родине. С известной украинкой в Вене встретилась наша Ольга Волынец. С Оксаной Лынев мы встречаемся в Вене. В Австрии украинка уже третий год. Она главный дирижер одной из самых известных опер в мире – «Граца». Я очень счастлива быть среди женщин-лидеров в этой профессии. Успешных женщин-дирижеров в мире всего около 3%. Среди них и украинка. Огромная конкуренция. Даже молодым мужчинам-дирижерам очень сложно пробиться и получить статус дирижера с международным именем. А для женщин эта задача усложняется просто в десятки раз. Несмотря на стереотипы, Лынев смогла выступать на лучших музыкальных площадках Германии, Франции, Испании, Швейцарии, Венгрии. В 2017-м возглавила вторую сцену Австрии, став первой женщиной на этой должности. Говорит, самое сложное в профессии – завоевать внимание, авторитет у оркестра. Даже на самом маленьком концерте Лынев выкладывается на все сто. Мне нужно за очень короткое время увлечь огромный коллектив, а это 80-100 человек. Убедить их в своих музыкальных идеях, аккумулировать их так, чтобы все начали работать качественно. Любой оркестр за пять минут оценивает дирижера, и он для них или авторитет, или нет. Потом фактически можно мало что изменить. Теперь от всмаха палочки украинки на лучших сценах Европы все чаще звучит музыка украинских композиторов, современных и классиков. Я рада, что сейчас, когда меня приглашают оркестры, они все чаще обращаются с просьбой исполнить что-то неизвестное, самообытное с моей родины. Я счастлива не только сама успешно двигаться вперед, но и постоянно пропагандировать Украину и украинскую культуру. К профессии дирижера Оксана Лынев шла много лет. Любовь к музыке у нее с детства. Мой отец – дирижер. Дедушка также был дирижером церковного хора в небольшом Карпатском селе. Я всегда с радостью смотрела на своих родителей, которые все время были на гастролях. Я часто сидела на репетициях и концертах. На этих архивных кадрах Оксана Лынев с семьей на одной из программ Львовского телевидения. Семья Лынев всегда чтила украинские традиции. Продолжает семейное дело и Оксана. Несмотря на то, что все время живет за границей, в Украине она основала фестиваль классической музыки «Львив Моцарт». Посвящен младшему сыну композитора Францу Ксаверу Моцарту. Для всех европейцев это открытие, что младший сын Моцарта жил в Украине 30 лет. Работал как дирижер, пианист и композитор. Фестиваль объединяет лучших музыкантов мира и Украины. В этом году пройдет уже в третий раз. Также дирижер с мировым именем исполнила свою давнюю мечту – создала молодежный симфонический оркестр. В нем собраны 70 талантливых детей со всей Украины, в том числе Донбасса и Крыма. Международное сообщество через выступление этого оркестра активно для себя открывает Украину и наше настоящее. Таким образом мы влияем на имидж нашего государства в будущем. Контракт в Опереграце в Украинке заканчивается в 2020 году. Продолжать его Оксана Лынев не планирует. Хочет больше времени для собственных проектов, посредством которых будет и дальше рассказывать миру об Украине. Ольга Волынец, Евгений Савицкий, из Вены, Австрия, UATV. К этому часу пока что все. Эта и другая актуальная информация есть на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала UATV.UA. Следующий выпуск на русском языке менее чем через два часа. Оставайтесь с нами, будьте в курсе и знайте больше. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова